Приветствую коллеги! Прежде чем мы начнем, рекомендую подписаться на наш телеграм-канал. Свежие новости, каждодневные обновления, интересные видео. В этом видео речь пойдет о кузовном ремонте двух с виду одинаковых автомобилей. Kia Ceed, Hatchback и Universal. Как говорил герой одного известного фильма, люди делятся на два типа. На тех, кто убегает, на тех, кто догоняет. В контексте кузовного ремонта это можно переформулировать немножко по-другому. То владельцы делятся на два типа. На тех, кто запускает повреждения кузовные и не спешит с ремонтом, ездит до последнего, пока уже не паяются сквозные дырки в кузове. И на тех, кто при малейшем повреждении, царапке или притертости сразу же едет в кузовной ремонт, не откладывает и старается, чтобы его автомобиль выглядел достойно по токе. Эти автомобили к нам приехали на ремонт одновременно и в ремонте был одинаковый элемент. Вот заднее крыло. У одного автомобиля незначительные повреждения были заднего крыла. Он сразу же приехал к нам его восстанавливать. Вот так выглядит окрашенный элемент. Красилось с переходом. Но я считаю, что увидеть этот переход практически невозможно без спецсредств. У второго брата-близнеца были значительные повреждения. И повреждения были значительные раньше нанесены на кузов. Машина еще не толеревана. А как раз у была дверь, крыло и бампер. Вот как это красиво выглядит в лучах осеннего солнца московского. Тоже красилось с переходом. Где этот переход? Сейчас уже попробую его найди. Ну где-то там, в общем, вот здесь. Наверное. Или вот здесь. Я его не вижу, по крайней мере. Ну и в целом, качество ЛКП, я думаю, всем видно какое. Ну а сейчас, по доброй традиции, вернемся на несколько дней назад. Киосит с повреждениями заднего крыла. Незначительные повреждения бампера и двери. Первый этап. Подготовка под споттер. Зашкуривается до чистого металла. Поверхность, на которой будет производиться ремонт. Ремонт. Это который выРИ. Ну а то бампера. Бампера. два часа работы и мы видим результат трудов жестянщика все плоскости приведены в порядок все подтянута зазорчики идеальные автомобиль готов к передаче маляру дальше он вступает в дело подготавливает авто к красу здесь тоже уже готово крыло многие сейчас она думает о шпакле опять на хреначили кучу да да не нормально здесь немного шпакли на самом деле дефекты были незначительные уберется не под прибор конечно но в целом приемлемо есть некоторые нюансы которые бы хотелось отметить часто читаю самые слышу видео что вот шпаклевка это плохо как же так килограмм шпакли вот наглядный пример да сложный ремонт достаточно был здесь в этом крыле и что мы видим вот идет ребро идет ребро которое видно ровное ребро по всей плоскости да так же вот идет ребро тоже видно вот оно ребро это о чем говорит ты говорит о том что здесь достаточно тонкий слож поклевки и применяется на только для выравнивания плоскости вот этих участков плоскости да где были повреждения ребра все целые они выровнены и без шпаклевки то что где-то показывает и рассказывает что можно ремонтировать без применения шпаклевки да есть такие машины но это все очень дорого и долго и зачастую клиенты сами не готовы идти на такой ремонт то есть в голове возможно есть такие мысли вот я бы сделал но это все заканчивается до того момента когда он не узнает цену такого ремонта поэтому мы дедовским способом так скажем решаем эти вопросы все я пошел наводить грунт и приступаем грунтование так пойдем мотор важный момент при вот таких ситуациях когда идет про шкур то есть важно все это дело прикрыть то есть это делается либо 1к баллончик хорошего производителя либо разводится грунт мокрый по мокрому с баллончика можно делать если ты абсолютно уверен что будет все ровненько красиво потому что это очень тонкий слой дает просто прикрыть металл или зону ремонта шпаклевки и киа сид по моему скромному мнению один из лучших бюджетных автомобилей данного класса сложно вообще найти конкурентов класс bc кто бы мог конкурировать с корейскими производителями киа hyundai за эти деньги лучше автомобиля просто не найти наш кузовной ремонт подошел концу автомобиль отполирован уже в ремонте было только крыло здесь поэтому не обращать внимание на мелкие дефекты по бамперу и по двери вот так выглядит свежеокрашенный полированный элемент второй брат близнец не сиямский правда заехал на полировку завершающий этап любого кузовного ремонта это конечно же полировка кузова тем более когда элемент красится переходом возможно если покрасить автомобиль целиком то полировка может и не пригодится но в нашем случае в нашем случае полировку обязательно на этом наша программа подошла концу всем спасибо до скорых встреч и Продолжение следует...